Чтобы полюбоваться на открыточные виды Нью-Йорка, сюда в минувшем году приехало рекордное число туристов. Среди гостей города большинство американцы, но более 12 миллионов из-за границы. Каждому хочется свой кусочек большого яблока, но вот кому какой, выяснил Евгений Маслов. Число туристов, посещающих Нью-Йорк, растет каждый год темпами, опережающими прогнозы. Мегаполис в прошлом году посетили 56 миллионов человек. Для сравнения, в 2010-м 48 миллионов, а в 2012-м 52. Показатели экономического подъема в США, как считают эксперты, и того, как от финансового кризиса 2008 года оправляется мир. Такого притока туристов не ожидали в мэрии и теперь рассчитывают на пополнение бюджета. Большая часть туристов, посещающих ежегодно Нью-Йорк, это сами американцы. Как обычно, в цифрах нагляднее. Более 40 миллионов туристов из 56 миллионов, посетивших город в прошлом году, почти 80%. Иностранцы составили 12 миллионов, чуть более 21%. Но экономический эффект именно от иностранцев для города ощутимый. В прошлом году они оставили в Нью-Йорке около 19 миллиардов долларов. Это почти половина от тех денег, которые туристы оставляют в мегаполисе. Иностранцы в Нью-Йорке остаются дольше и любят тратить, приехав в отпуск в США. Туризм для Нью-Йорка – золотая жила, пятая по обороту экономическая отрасль в муниципальной казне. Создают более 300 тысяч рабочих мест. Общий эффект для экономики города в 2014 году составил 61 миллиард долларов. Точную статистику ведет агентство NYC & Company. Оно же отвечает за привлечение туристов в Нью-Йорк. Глава департамента по связям с общественностью Кристофер Хейвуд объясняет, чем отличаются туристы из разных стран. Французы, например, очень любят культуру. Австралийцы любят шоппинг. Немцы любят исследовать город. Они чаще остальных выбираются в Бронкс и в Квинс. Китайские туристы больше внимания уделяют осмотру достопримечательностей. В общем, по-разному. А что вы можете сказать о туристах из России? Россияне определенно любят роскошь. Они останавливаются в дорогих номерах, любят заниматься шоппингом. Они любят бриллианты. В России, очевидно, появляется средний класс, и, наверное, поэтому россиян теперь приезжают больше. Но так или иначе, пока Россия не входит даже в первую десятку стран по количеству туристов в мировой столице. Среди желающих посетить Нью-Йорк уже не первый год лидируют британцы. За ними на второй позиции закрепились туристы из соседней Канады, Бразилия на третьем месте, китайцы на четвертом, потеснив французов на пятое. За ними следуют туристы из Австралии и Германии. Китай при этом сравнительно недавно буквально ворвался на Нью-Йоркский туристический рынок. Китайский сектор туристического рынка – один из самых быстро растущих в городе. Это связано с тем, что для Китая изменились визовые правила. Их выдают теперь на 10 лет. Им стало легче сюда добираться, и на них во многом ориентируется рынок. К приему туристов, говорящих на китайском языке, готовы гостиницы и музеи. Подготовиться к приему туристов городу помогают данные о том, на что именно в Нью-Йорке приезжие из разных стран мира и США суммарно тратят деньги. Размещение в гостиницах на первом месте – 10 миллиардов. Шоппинг на втором – более 8 миллиардов в год. Рестораны и питание на третьем – 7 миллиардов. Затем следуют расходы на транспорт и развлечение. Сделав непременные фото на память, передохнув в гостинице и перекусив в ресторане, все точно знают, куда дальше идти. Фешенебельная 5-я авеню. Мекка для любителей шоппинга. Тиффани, Луи Виттон, всемирно известные бренды повсюду. Знаменитые магазины Сакс 5-я авеню и Бэкдорф Гудман. Эта улица словно магнит притягивает к себе ежегодно миллионы туристов. Это, пожалуй, самая длинная торговая улица в мире протяженностью в несколько километров. От магазина к магазину за один день не обойдешь. Впрочем, туристические маршруты за покупками не ограничиваются одной лишь 5-я авеню. Century 21 в Нижнем Манхэттене – оживленный центр международной торговли. Одежда и обувь от известных фирм по сниженным ценам. Английскую речь заглушает русская, испанская и китайская. Впрочем, какую только не услышишь здесь. Но у кассовых аппаратов все очень быстро находят общий язык. Мы зашли сюда купить подарки, потому что, ну, очень дешево. Я только что купил три хорошие вещи за 30 долларов. Это же вообще ничего. Вы должны зайти и сами что-то себе купить. Мы с подругой накупили целую кучу платьев и свитеров, куртки, домашнюю одежду. У них сейчас очень хорошие скидки – 75%. У них здесь очень хорошие предложения. Гораздо дешевле, чем в других странах. Там в магазине явно люди со всего мира. Так что, думаю, это хорошие цены для всех. Шоппинг для тех, кто бывал в Нью-Йорке – нередко задача номер один. Те же, кто приехал сюда впервые, причем неважно из какой страны, начинают, как правило, с осмотра достопримечательностей. Статуя Свобода, Empire State Building и, конечно же, Таймсквер. Вот уж действительно, перекресток мира. Залитый огнями и украшенный рекламными дисплеями. Своего рода барометр туристической индустрии города. И в последнее время он зашкаливает. Евгений Маслов, Анна Сатиани, Павел Кубин, Лев Чеснов. Специально для Таймкода. Нью-Йорк.